KKR24 Technologies Всем привет! На обзоре генератор частоты от бренда Unitrend. Во избежание попадания влаги и пыли выйдем надежную упаковку. Переходник специальный для наших розеток. Блок питания, соответственно, куда и вилка заправляется. Провод достаточно толстого сечения, на концах коннекторы одинаковые. И еще один переходник для розеток. И еще один провод, где одна сторона коннектор, другая сторона тестовые зажимы. Сертификат в соответствии с датой производства ноября 2020 года. Разные буклеты, где производитель приглашает посетить сайт для скачивания руководства, программ и т.д. Дисплей имеет глянцевые покрытия. Кнопки мягкие, приятные на ощупь. Удачное расположение слева входа и выхода сигнала. На другой стороне низковольтный вход от внешнего источника питания. Высший разъем для связи с компьютером и кнопка включения-отключения. Видим, как много места для циркуляции воздуха. Это из-за того, что нет принудительного охлаждения. Соответственно, будет меньше шума на рабочем месте. На фоне мультиметров посмотрите, какая компактность прибора. Первое включение прибора. Появляется название бренда Unitrend. И, как видим, достаточно большой размер дисплея. А самое главное, это неплохие углы обзора. Наверху слева название канала. Справа кнопки включения и выключения каналов. Вся информация разделена на две части и относится к одному каналу на тот момент, который активна. Слева расположены технические настройки канала. А справа примерно можем представить визуальную форму сигнала. Точно так же, как для первого, так и для второго канала. Формы сигналов тут не так уж и много. Нажимая кнопку Page Down, перемещаемся на вторую страницу, где видим форму сигнала шум и также постоянное напряжение. Контекстное меню организовано очень удобно. А технические характеристики могут меняться в зависимости от того, какая форма сигнала выбрана. И на данный сигнал в контекстном меню добавляются дополнительные функции настроек, где на примере RiseFile можем поднимать, опускать. В общем, все параметры можем подстраивать на свое усмотрение. Смотрим внимательно. Снова можем менять режимы с помощью контекстного меню, где раздел Frequence при нажатии меняется на значение период. И, как видим, меняется значение на миллисекунды, либо это может быть в герцах для времени и для частоты соответственно. На второй кнопке доступны сразу три подрежима в зависимости от формы сигнала. Тут тоже можем выбирать напряжение в милливольтах пик-то-пик, либо напряжение формой 3RMS. В следующем разделе Offset, то есть смещение, тут тоже имеется возможность менять на и высокое, и низкое значение. И крайнее значение, фаза, возможность регулировки фазы. Включаем генерацию частоты, и на дисплее наверху места значения Off сменяется значок синуса. А нажатие и удержание кнопки позволяет выводить окно подсказки помощи. Работает справочная подсказка и на других кнопках. В целом, хорошо продуманный пользовательский интерфейс. Теперь попробуем сгенерировать частоту. Измерять будем мультиметром. Как видим, канал включенный, но частота не отображается. Это за счет низкого напряжения амплитуды, так как генератор согласно настройкам сейчас генерирует сигнал напряжением 100 милливольт. Этого очень мало. Попробуем немного увеличить, и как видим, частота спокойно фиксируется мультиметром. Теперь посмотрим, сколько максимум генерирует частоту. И как видим, почти все 60 мегагерц. А для того, чтобы быстро набирать любую значение частоты, можем воспользоваться клавиатурой. А в контекстном меню можем выбрать единицу измерения частоты в герцах, килогерцах, мегагерцах и так далее. Нажимая кнопку моды, уже попадаем в более серьезные формы сигнала, присущие для более взрослых генераторов, профессиональных приборов. Это и даже возможности свипирования, то есть задавать форму постоянно меняющего сигнала, где можем обозначить сперва начальную частоту, конечную частоту и время, при котором будет меняться сигнал. В общем, есть прилично разных форм сигналов. Это модуляция амплитуды, также фазная модуляция, частотная модуляция. Хорошо бы все показать на индикации осциллографа, но видео получится очень длинным. Сделаем отдельный ролик на соответствии частоты в каждой форме сигнала. В разделе Source можем менять входной или выходной, как написано External или Internal. В контексте значение Line дает возможность линейное изменение формы сигнала, а в значении Log меняется сигнал в логарифмической прогрессии. В общем, это все словами не описать, надо видеть. Здесь также присутствует много видов произвольной формы сигналов. Также можем менять параметры, тем самым еще сильнее, видоизменяя форму сигнала. Кнопка Wave позволяет с любого положения возвращаться в первоначальную страницу формы сигнала. Кнопка Utility позволяет произвести настройки прибора, значение Output, включение и выключение выхода. Второй раздел Inversion, скорее всего это инверсирование частоты. Третья строка Load, загрузка, пока непонятно что загружать. Далее Amp Limit, лимит амплитуды, можно включать и выключать. И далее два параметра UpPower и LowPower, для которого максимум 10 и минимум 10 вольт можем выставить. Также хочется посмотреть на низкой амплитуде, какая частота сигнала. Кто уже пользуется прибором, прошу поделиться в комментариях. Все те же настройки дублируются и для второго канала. И Counter это встроенный частотомер, про него посмотрим чуть далее в ролике. А рядом System, системные настройки. Здесь можем выключать, включать выход синхронизации, фазовую синхронизацию. Собственно для этого и предусмотрено третье гнездо сверху, которое в строке Language можем поменять язык интерфейса. Доступны всего два языка, английский и китайский. Далее Bip, это звуковой отклик нажатия. Можем включить, выключить. Num формат, формат чисел. Тут тоже можно выбрать варианты. В системных настройках есть еще вторая страница. Первая это Backlight. Изменение яркости дисплея. Заводское значение 70%. Можем выставить максимум 100% либо минимум 10%. Но что удивительно, даже при 10% при такой низкой яркости нет никакого мерцания дисплея. Это очередной раз доказывает, что продукция линейки бренда Unitrend делает максимальный акцент на качество продукции. Следующее значение Screen Server 30 минут. Это время простоя, после которого прибор переходит в спящий режим. Гаснет дисплей. Время можем задать от 1 минуты до 1 часа. В разделе Preset можем сделать сброс настроек на заводские по умолчанию установки. Раздел Help, помощь. Тут говорится, что при нажатии и удержании появляется, всплывает подсказка, окошко, как видим еще раз на примере. И крайняя строка About, то есть о приборе. Здесь модель, номер модели, версия прошивки, версия оборудования, а также адрес сайта производителя. И еще одна важная функция в приборе, это функция частотомера, так называемый каунтер. Будем питать с другого генератора. Как видим, идет нормальная индикация. И как видим, измеряет почти 80 МГц. Это намного больше, чем прибор может генерировать. В целом, от прибора сложилось очень хорошее впечатление. Есть, конечно, один небольшой нюанс. Это то, что прибор нагревается. Ошутимо нагревается. Не знаю, это только у меня или у всех так. Подводя итоги, если понравилось наше видео в целях поддержки развития канала, прошу поставить лайк, подписаться и написать любой комментарий. Всем спасибо за просмотр.